Не привык, да? Не нравится в садике? Привет! Мы тебя ждем! Так сегодня целый день учимся жидулировать, ребят. Я уже научилась. Он беляриев слушает. Еще у нас вот такой вот слаймик арбузный. Доброе утро. Всем привет. Зубки чистим, да? Давай, чисть зубки. В садик собираемся. Дай. Вот, молодец. Что у тебя с носа? А почему ты Ксюшиной брызгаешь? Это же совсем другое. А я другую нашла. А если тебе это нельзя? Блин. Не выспалась? Я не люблю ходить в школу, когда у меня волосы такие. Мама миа, мама миа. Хэлло, мама Юта. Я. Знаешь, кто все тут пикает Ирис? Кто? Ирис. Потому что она не знает, куда. Давайте, собирайтесь. Обувайся. Кузачок. Где твоя? Желтенькая. Это не эта. Нет, а где твоя? Вот. Нет, там не холодно, Каролиночка. Не холодно. Курточку не надо. А Ксения? Ну, Ксения у нас это, развлячка. Тебе хостер сделать? Да. Папы. Папа, все, давайте. Опаздываю. Быстрее. Курточки. Курточки. С носа, спой с лего. Курточки. 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 Все, выходим, выходим. Первый, второй, третий, четвертый. А четвертый спит. Четвертый спит. Макс не будет ходить в садик. Да, мы решили, что... Ксения, у тебя футболка так растянулась конкретно. Эллл. Все, пока, Каролина. Пока, пока. Ну что, ребят, кто спрашивал, как у нас Макс привык к садику или нет? Вот так вот. Не привык, да? Не нравится в садике? Нет? Не хочешь в садик? Не хочет он в садик? Решили мы его не мучить, не стрессовать. Можно нам еще, в принципе, подождать еще годик. Потому что у нас здесь в 4 годика не обязательно отдавать. Это уже если родители... Ну, если ребенок сам хочет. Если родители там работают или еще что-то. Ну, раз так... Раз я дома сижу, то зачем мне ребенка мучить, если ему не нравится? В общем, мне понравилось. Недельку он походил. Так и не привык. Может быть, даже и мало. Но не захотела я его так стрессовать, этим утром будить его. Он плачет утром, одеваться не хочет. А мне еще нужно троих собирать, завтраки делать. Вот. Потом его тащить. Он плачет по дороге. Не хочет в садик. Поэтому будем мы дома сидеть еще годик. У нас с 5 лет обязательно в садик нужно идти. Тем более, у нас еще садики не целый день. У нас садики только 4 часа. Получается, с 8.15 до 11.45. Поэтому ничего страшного. На следующий год пойдем подрастем. Еще годик подождем. Я что-то так посмотрела. Не хочет он. Такой вот мамсик с мамочкой хочет. А Каролинке понравилось. Каролине уже скоро 6 будет. Уже большая девочка. Уже все. Уже может одна. Ну вот. В общем, мальчики вот такие вот. С мамочкой любят больше. Так что. Сижу я с Максом одна. Да? Да? Или в садик пойдем? Нет. Не хочет. Знаете, он даже у нас приболел. У него, видимо, на вот этой почве, то, что вот в садик он не хочет идти. У него температура поднялась. Один день у него температура была. Вот. Он как-то себя вот так вот изнутри. У него стресс такой был. Поэтому лучше посидим мы дома. А он говорит, Ксюню встречаем. Да. С Кикой. Да. С Кикой. Ксюню встречаем. Пойдем, пойдем. Да. Привет. Кикой. Мы тебя ждем. Что там пришло? Не знаю. Мы тебя ждем. Как у тебя дела? Мы тут накакали немножко. Как дела? Хорошо. Хорошо? Жарко? Ты с курткой шла. Это стекло, наверное? Это стекло надо для телефона. Стекло там. Для моего уже. Пам, на, возьми. Пойдем. Пойдем домой. Пойдем домой. Идем домой. Так. Прыгаем. Апаля. Нет. 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 Все, Макс, она домой побежит. Смотри, вот спряталась. А что у нее? Кто переставил колесико ее? Он там должно быть. Все, она там сидит в бревнышке. Нет, она-то ей там не нравится. Пошли. Ты нарисовала? Каролина. Ты учишься имя свое писать, да? Да. Молодец. Это радуга? Угу. Умничка. Почти правильно написала. Немножко нужно научиться буковку Р писать, да? Да? А так все хорошо. Молодец. Молодец, Умничка. Не знаю, что это такое. Не знаю, как это надоело. Это не доело? А, ну ладно. Ну, ты чуть-чуть поела, да? Капут. Хорошо. Капут, капут. Так сколько вам нужно раз сделать, чтобы получить шестерку? Десять раз только маленькую шоколадку. Десять раз, чтобы маленькую шоколадку? А чтобы шестерка была? У нас нету этого. А у нас шестерка была тридцать. А сами учителя хоть умеют? Нет. Нет, так как они вам показывали тогда? Нет, они не умеют. Она нам просто говорит. Ну, ничего себе. То есть одна учительница умеет, но та, которая правила сделала, та не умеет. Ага, она сама не умеет, а правила задала задание. Обычно они как бы показывают, учат, как нужно, а потом, чтобы вы тоже смогли. Странно. Нет! Кушать. Тебе нужно в школу идти? Тогда кушать. Какие у тебя уроки сегодня? Не знаю. Не знаешь? Ксюша, домик протираешь? Молодец. Грязный, да, был? Прям в живот. Мне в живот попало. Это больно. Что там внутри? Рис? Ой, ну пошла, пошла по всему периметру. Ну там рис внутри? Нет, ну там какие-то не камушки, а крупа, я думаю. О! А теперь с тремя. О, бля. Сильно вперед кидаешь. Ну, понимаешь. Старайся ровненько кидать. С тремя. Хорошо. Все, давай. Ты до скольки? До трех. До трех, а ты? Я хочу один миллион. До трех? Пожалуйста, собачку наберите на миллион на нашем сестичке. Какую ты собачку хочешь? Ребята спрашивали, какую собачку ты хочешь? Какая на видео? Это, которую я тебе показывала. Не очень длинная. И потом они делают такие фотки. Она большая вырастает. Это большая? Ну, более-менее, да. Ну, как бы средняя она. Она пушистая. Она чуть меньше лабрадора, но она... Пушистая, пушистая. Такая пушистая. Что за собака? Я не знаю, что это собака. Что за собака? Ты что хотела сделать? Сальто? Так сегодня целый день учимся жанглировать, ребят. Я уже научилась. Не разбей мне там ничего своими мячиками. Девчули. Будь здорова. У тебя так волосы слетят. Мам, Ксения надевает один ролик на один час. Ей же нужно затянуть на ее палочки худенькие. Пройдешь, нет? Нет. А, ну вот, вижу. У тебя ухи застряли. Ухи вместе. Это в ночнушке поехала кататься. Ты в ночнушке поехала? Нет, вон. У тебя шорты там? Да. Я с ней буду ехать. А, блин, она... Ветер подует. Да, сожж дует. Не, я говорю, Ксюша как-то в ночнушке поехала. Это уискогрилл. Мы скринчиньи. Давай, давай. Па-па. Домой. Уже темно, что вы не заходите. Кашляешь так сильно, Макс. Мне так нравится, как она пахнет. Она не воняет, она именно пахнет. У нее такая шерстка, такая шубка. У нее прям аж хочется ее нюхать и нюхать. Такая пушистенькая, прям нежная-нежная. А, кстати, ребята, у нас скоро появятся новые слаймики. Да, ребят, мы сейчас разрабатываем новый слаймик. Ну как, новый дизайн. Это вообще, вот как вы думаете, чем он пахнет? Вот такой вот оранжевенький. Чем он пахнет? Это прям хочется его съесть, честно. Это на прозрачной основе. Мы сейчас его вот сюда вот переложили. Смотрите, видите, пузырьки уходят. Вот, и он, да, и он прозрачненький становится. Сейчас, может, не видно. Вот, потом, значит, у нас есть вот такие вот шармики. Ну вот, в общем, все уже, наверное, поняли, да, что это апельсиновый. Он бильяриев слушает. Да? Ну ладно, в общем. Вот у нас вот такие вот шармики. Бутылочки лимонада апельсинового. Фанта. У нас слайм будет Фанта. Он пахнет обалденность Фанта. Это очи, да? Да. Эй. Кристо. Выкорчил музыку. Это белялишь? Белялишь? Мусы. Сейчас ушами такая смешная. Еще у нас вот такой вот слаймик арбузный. Он тоже так классно арбузом пахнет. Вот сейчас воздух из него должен выйти. Мы его пока вот так вот оставили. И воздух потихонечку выходит. Вот здесь вот внизу арбузики Фима. Вот. Жалко шармиков. У нас нет арбузиков. В общем, здесь мелкие-мелкие-мелкие черные блестки. Когда с ним играешь, видно, что они такие там меленькие-меленькие. Я сейчас... Вот. Видно, да, наверное, ребят? Вот смотрите. Черные блестки мелкие. Вот воздух. Он должен выйти, тогда будет красиво. Вот. Красненький баттер. Мы тоже хотим его сделать с арбузным запахом. И сам он по себе баттер-слайм. И в нем тоже черные блестки. Вот миленькие такие. Вот. Еще запашок арбузика надо добавить. И будет вообще супер пахнуть. Еще у нас вот такой вот джем-слайм. С вот такими вот, я не знаю, что это, малинка, клубничка, не знаю, розовенькие фимы. Мама, какой папа-кот? Я не знаю, какой папа-кот. Вот. Это у нас джем-слайм. Тоже решили попробовать другую структуру. Текстуру, то есть другую текстуру попробовать. Вот. Немножко тут с воздухом. Воздух пока выйдет. Такой вот. Тоже очень вкусно пахнет ягодкой. Вот такие вот от Фима ягодки. Все, спим. Ксенечка уже уснул. Надо ее забрать. Все, пока. Я у вас тоже, смотри, царапаюсь вашей кроватью. Смотри. Тоже кровать у вас какая-то. Улы острые. Царапаешься, ходишь. Ладно, все, давайте. Спокойной ночи. Попилить, да, надо попилить. Все, ребятки. Пойду им видео монтировать. Девчонки спят. Пока-пока. Всем пока-пока. Спокойной ночи. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.